Добрый день, уважаемые господа! Представляем вашему вниманию нашу машину производства фирмы Страшмайер Т-6000 Варио. Эта машина предназначена для разбрызгивания эмульсий и различных бутылок битумных смесей на поверхность дорожного покрытия. На первом этапе мы вам расскажем основные части, из чего состоит машина. С этой стороны замонтирован радиатор гидравлической системы, который включается автоматически. Здесь у нас находится труба для сброса материала, жидкости, под самотеком, так сказать. Здесь, рядышком возле трубы, находится клапан, через который самотеком сбрасывается материал. Здесь у нас находятся две трубы для заправки и для сброса материала уже непосредственно через главный насос, а также ящик управления этим насосом. Влево у нас сброс, вправо загрузка, переключение, регуляция оборотов насоса и аварийное выключение насоса. Здесь находится моторный отсек, мы чуть позже о нем расскажем, там тоже много интересного. Здесь у нас идет секция пневмоклапанов, с помощью которых управляются разбрызгиватели главной балки. Здесь у нас находится секция гидроклапанов, которые также управляют практически всеми органами машины. Внизу, обратите внимание, размещена сама балка с выдвижными двумя частями этой балки правой и левой частью. Здесь находится основной орган электрического управления всей машины, в которой расположены контроллер, блоки питания, реле и соединительные части всей машины вместе с блоком предохранителя. Здесь у нас размещен преобразователь с бортового питания на 230 вольт, который предназначен для работы горелки этой машины. С этой стороны немножко виден у нас открытый наш моторный отсек, моторный отсек, как вы видите, старый добрый размещен мотор с фирмы Кубота, который вам достаточно уже известен. Часто встречаются в наших машинах. Двигатель надежный, простой, дизельный. Хорошо показался я проходил. Газом мы управляем на этом моторе с помощью сервопривода, который размещен здесь, на котором также замонтирована контактная группа, которая непосредственно занимается управлением включения всей электроники гидравлической системы в зависимости от оборотов двигателя. Обратите внимание, когда двигатель находится на минимальных оборотах, то есть сервопривод у нас полностью вытащен, соответственно, эта контактная группа не дает управление на гидравлическую систему. Гидравлика у нас не работает. Машина, эта контактная группа выставляется специально у нас на заводе, регулируется. Ну и мы не рекомендуем ее больше двигать. Главный выключатель, забыл сказать, ну и фильтр топлива, который подается непосредственно мотору. Главный гидравлический насос и как бы все остальные части еще позже объединяются. Емкость топлива, для топлива, который заливается, обратите внимание, как я сказал, двигатель дизель, заливается дизель. Указатель уровня топлива. На нем закреплены два датчика. Один датчик от минимального уровня материала, который предохраняет от запуска горелки, когда у нас какое-то содержание материала ниже допустимого уровня. А также замонтируем второй датчик, который показывает непосредственно фактический уровень материала, находящийся. Все это передается на главный пульт управления, который вы видите. О нем мы поговорим тоже чуть позже. И сзади с тылой машины мы видим непосредственно гнездо, в которое подключается внешнее питание. И вот этими двумя крайнями подключается сам непосредственно пульт управления. Уважаемые господа, просим обратить ваше внимание, что каждую машину нашу мы дополнительно комплектуем дополнительными частями, которые необходимы для монтажа нашей машины непосредственно на автомобиле, на грузовике. Прежде всего обратите внимание на вот это вот крепление. С помощью этих креплений вы можете машину замонтировать на автомобиль вот такой способ. Вам нужно эти крепления приварить в тех местах, в которых есть крепления в вашем автомобиле. И приварить к этой раме. Всегда каждая машина наша укомплектована такими вот креплениями. Это первый момент очень важный. Второй момент. Вам необходимо замонтировать на вашем автомобиле вот это зубастое колесо. Монтируется оно обычно на валу автомобиля, который идет непосредственно в коробке передач до заднего моста. Обычно мы монтируем и рекомендуем нашим клиентам монтировать на месте сочленения карданного вала с коробкой, либо сочленение двух карданных валов. Для этого собственно предназначены вот эти вот такие вот лепесточки, которые привариваются уже к самому этому зубастому колесу. А эти отверстия вставляются уже в болты, либо в крепления двух коленвалов. Кроме того, над этим зубастым колесом нужно замонтировать это крепление. Крепление должно находиться строго над зубьями этого зубатого колеса. В него потом в дальнейшем вставляется вот этот датчик. Датчик предназначен для того, чтобы снимать показания скорости автомобиля. То есть вот в это отверстие, вот так вставляется, и вот здесь размещено вот так. Да, высота от датчика до зуба колеса должна составлять в пределах 3-4 мм. Больше не нужно, потому что датчик может тогда некорректно показывать скорость автомобиля. То есть количество импульса будет не соответствовать фактическим данным. Кроме того, обратите внимание, что нужно еще подключать воздух нашей машины к системе подачи воздуха автомобиля. Подключается с помощью этого шланга стандартное соединение, которое, в принципе, на каждом грузовике присутствует. Далее. Подключение и отключение балки. На каждой балке в пневматической системе присутствуют у нас такие вот соединители. Каждый шланг пронумерован и подписан. С одной стороны и с другой стороны. Мы это делаем для удобства монтажа, но ясно, для удобства клиента. Обратите внимание, вот здесь то же самое. Такая же самая ситуация. Они легко отключаются, легко соединяются. Кроме того, обратите внимание, что нужно еще обязательно следить за качеством соединения вот этих подшлангов. Такой шланг находится с этой стороны, точно такой же и с другой стороны, с левой стороны. Потому что через эти шланги непосредственно подается уже сам материал. Также установлены специальные у нас краны, с помощью которых перекрывается подача материала. И, собственно, идет вот наш шланг. Кроме того, обратите внимание, что на балке размещены датчики. Датчики подключены проводами, которые, в принципе, через специальные соединения достаточно легко откручиваются и отключаются. Каждый датчик подписан, каждый провод к этому датчику тоже подписан. Уважаемые господа, добрались мы теперь до моторного отсека. Снаружи моторного отсека у нас размещен указатель давления материала, подаваемого в балку. Кроме того, его данные в электронном виде еще дублируются на пульте управления. С этой стороны у нас размещены органы управления самой балкой, также которые дублируются на пульте управления всей машины. Теперь посмотрим, что у нас находится непосредственно в самом моторном отсеке. С правой стороны размещена емкость для материала для чистки балки. Как мы и говорили раньше, мы рекомендуем использовать обычную солярку, дизельное топливо. За уровнем этого топлива нужно постоянно следить с помощью этого указателя, чтобы вам было чем чистить эту балку. Внизу размещен фильтр разбрызгивания материала. Также за частотой этого материала, зачисткой этого фильтра нужно следить и периодически его чистить. Обратите внимание, эта машина у нас практически полностью автоматическая. То есть управление сбросом, управление загрузкой материала в эту машину, распылением, очисткой балки. Полностью у нас все автоматизировано. С помощью вот таких вот пневмоклапанов, которые полностью управляются с пульта управления. Вот они здесь у нас размещены. То есть здесь вручную практически минимум действий нужны. Здесь у нас размещена емкость для воздуха с указателем давления воздуха. Здесь находится горелка фирмы Рео. Фильтр для топлива, которое поступает в эту горелку. Датчик температуры. Обратите внимание, в случае возникновения какой-либо аварии в горелке, грязный фильтр, отсутствие топлива, либо еще что-нибудь, горелка выходит в аварийный режим. Здесь указатель этого аварийного режима. Закрывается красная клапочка. Этот же указатель является и кнопкой. То есть, чтобы сбросить аварийный, вывести из аварийного режима горелку, если, конечно, проблема убрана, то есть почистили фильтр или добавили топливо, либо еще что-нибудь, просто нужно нажать, подержать буквально 2-3 секунды кнопку и отпустить. После этого попробовать запустить заново горелку, тогда она будет работать. Далее. Здесь у нас размещен насос теплообменника. Непосредственно над насосом находится сам теплообменник. Теплообменник предназначен для обмена тепла между охлаждающей жидкостью, гидравлической жидкостью, ну, как в автомобилях, помогает одно другому. Наша машина снабжена главным насосом фирмы Вариско. Это зубчатый насос, кроме того, который еще подогревается с помощью системы теплообмена, подогревается от тепла из гидравлической системы. Здесь находится гидроэлектроклапан фирмы Danfoss, который непосредственно управляет главным насосом, о котором я сказал. Тут непосредственно находится сам двигатель Кубота, о котором я тоже уже говорил. Распределительная коробка электрическая. Обратите внимание, на коробке сбоку здесь размещен включатель освещения моторного отсека. Вот той лампочки. И последняя. Емкость для охлаждающей жидкости. Емкость для гидравлической жидкости. Обе емкости снабжены как указателем температуры, так и указателем уровня жидкости. Тоже нужно периодически следить за наличием жидкости и уровнем. Уровень должен быть чуть выше среднего. Не до самого конца, не до самого нуля. Чуть выше серединки. Как здесь, так и здесь. На емкости с гидравликой размещен еще фильтр гидравлической жидкости, который периодически тоже нужно снимать и чистить. Снимая, чистится очень легко. Откручивается колба. Здесь есть размер под ключ. Вытаскивается, вычищается, ставится новый картридж. Теперь мы дошли до пульта управления. Из чего состоит у нас пульт управления? Прежде всего из блока управления двигателем, на котором размещены прежде всего сам замок зажигания. Запуск такой самый, как на всех автомобилях. Нулевое положение, промежуточное положение и запуск стартера. Ничего нового. Три лампочки управления двигателем и сигнализации работы двигателем. Давление масла, заряд аккумулятора и свечи накала. Обратите внимание, перед запуском, всегда когда мы запускаем двигатель, первым положением мы должны нагреть свечи накала в двигателе, потому что это дизельный двигатель. Пока лампа не погаснет, запуск не рекомендуется. Далее идет у нас счетчик моточасов самой машины, указатель температуры двигателя и джойстик управления оборотами двигателя. Вверх больше газ, вниз меньше газ. Увеличение газа, уменьшение газа. Далее. Работа с пульпитом начинается с включения питания. Это делается с помощью главного выключателя. Как он здесь подписан. На него подается питание. Чтобы уже включить всю систему, нужно дополнительно нажать кнопку напряжения управления. Тогда напряжение появляется во всех органах машины. Машина готова к работе в дальнейшем. Под кнопкой управления напряжения находится выключатель сигнальной лампы. То есть, мигалки попросту. Аварийное выключение всей машины. Далее идет органы управления балкой. Выдвижение балки в левую сторону. Включение насоса теплообменника. Подъем балки. Начало распыления, старт распыления. Регулировка оборотов насоса эмульсии. Или насос материала. Управление режимами работы. Ручное, либо автоматическое управление машиной. И выдвижение правой балки. Обратите внимание, наша машина снабжена дополнительными камерами. С помощью которых водитель-оператор может визуально контролировать, насколько расширена балка. Происходит это с помощью камер, которые у нас монтируются в этом месте. Сейчас машина приготовлена для транспортировки, поэтому мы для транспортировки монтируем камеры пока внутри. На самом деле они монтируются снаружи. Провода пропускаются через вот эту вот уплотнительную резинку. А сам сигнал с этих камер подается вот на этот экран. Экран разделен на две части, потом же камеры у нас две. И соответственно изображение поступает прямо на экран. То есть водитель просто визуально, помимо указания на машине, насколько высунуто каждая сторона балки. Он еще и визуально видит, что действительно балка работает, балка как раз расширена. Уважаемые господа, теперь мы перешли к нашему пульту управления. Это его экран. Экран сделан у нас в таком виде. Обратите внимание, сделан на шести языках, в том числе и на русском языке. Основные папки управления расписаны здесь. Работа, дисплея, параметры, сервис, печать. Перейдем к работе. Здесь у нас изображены все форсунки балки. Три с одной стороны, три с другой стороны. И посередине все распылители балки размещены. Также окошко указывает ширину раскрытия балки, указатель уровня эмульсии в емкости. Дальше параметры количества эмульсии задаются с помощью вот этого окошка. Параметры здесь у нас установлен 0,5 кг на метр квадратный. Соответственно, можете ставить то, которое вам необходимо для работы машины. Далее. Давление и распыление. Обратите внимание, мы рекомендуем использовать параметры давления от 1,8 барра до 2,4 барра. Больше нет смысла, меньше точно так же. У вас неправильно будет использоваться материал. И неэффективно. Скорость рекомендуемое движение автомобиля. Здесь же указывается и скорость фактическое движение автомобиля. То есть, какой скорость фактически двигается автомобиль. Кроме того, давление и распыление здесь заданы, которые запрограммированы. Здесь фактическое давление. В этом окошке управление горелкой, управление под грилом эмульсии. С помощью этой кнопки оно включается, либо выключается горелка. Здесь программируется температура. Задается температура горелки. И здесь показывается температура, фактическая температура эмульсии До какой температуры нагрелась Так, далее Сюда мы проходим к управлению непосредственно самими распылителями Левая балка, правая балка, основная балка Каждый распылитель можно отдельно включить, либо выключить В автоматическом режиме они автоматически включаются Автоматика клапанов Обратите внимание, машина, как я и говорил раньше, у нас работает в двух режимах В автоматическом режиме и в ручном режиме Переключение режимов происходит с помощью вот этого выключателя Сейчас у нас подсветлен выключатель Сейчас у нас включен автоматический режим Когда не подсветлен, в этом положении влево, ручной режим Начнем с автоматического режима В автоматическом режиме у нас при запуске машины Сперва нужно сделать циркуляцию эмульсии Сперва мы делаем малую циркуляцию с помощью этой кнопки Вы слышали, что включилась циркуляция с помощью пневмоклопанов Либо выключается Через некоторое время, когда прогрелась машина Включаем уже циркуляцию главной балки То есть материал, подогретый уже, уже пускаем через главную балку Тогда подогревается полностью главная балка С правой стороны у нас размещен указатель давления воздухом В машине, за которым тоже нужно следить Здесь у нас размещена кнопка управления чисткой главной балки Делается очень легко Впунктам впущаешь Так, мы с помощью этой кнопки впускаем в систему жидкость для промывки балки Это нам нужно уже, когда мы чистим непосредственно балку Сама чистка производится с помощью вот этих вот двух кнопок Чистка в малой системе, чистка главной балки Вот таким вот образом Включается очень просто Сама чистка происходит таким образом, что включается с помощью этих кнопок Запускается туда воздух Запускается не больше, чем на 2-3 секунды По 2-3 раза не больше 30 секунд Максимально на 30 секунд С добавлением между ними периодически само чистящего материала Ручной режим Как вы видите, система распыления Переключаемся в ручной режим Система распыления Очистка распылителя Заправка Кнопка заправка Как я говорил раньше, это с правой стороны от машины две трубы С помощью которых заправляется, либо очищается машина с помощью компрессора Управление этим компрессором происходит с помощью этих кнопок Заправка Кроме того, чистка с воздухом И сброс Также чистка с воздухом С правой стороны находятся две очень важные кнопки Обратите на них внимание Аварийная чистка главной балки В случае, если балка ваша забилась Или разбрызгиватели Забиты материалом С помощью этой кнопки Делается чистка Всей Всей главной Главной балки Вот таким вот образом С помощью вот этой кнопки Происходит сброс давления системы То есть, когда заправка у нас произошла И почистили мы воздухом трубы Либо произошел слив И тоже Прочистили воздухом Остаточное давление воздуха может находиться в этих трубах И вот сброс давления в системе происходит с помощью вот этой кнопки Чтобы включить разбрызгивание материала Прежде всего Заходим Через кнопку Установка форсунок Раз Сперва нам нужно С помощью малой циркуляции Разогреть сам материал И разогреть саму балку Включаем малую циркуляцию Так греем Где-то до 40-45 градусов Пока у нас не достигнет Температуры эмульсии Потом выключаем малую циркуляцию Включаем А, чистим Чистим на малой циркуляции Воздухом прочистили Потом включаем Большую циркуляцию И так греем материал Где-то до 60 градусов Когда температура материала достигла 60 градусов Вот тогда уже можно заниматься непосредственно разбрызгиванием материала Для этого включаем распыление здесь И включаем кнопку старт распыления здесь И тогда можно в принципе работать Далее, проходим дальше по меню В правую сторону Здесь у нас идут параметры, которые тоже нужно выставлять В зависимости от скорости, либо в зависимости от поставленного давления Сколько вам бар Обороты начала распыления, либо автоматическое, либо ручное уставление Обороты циркуляции Коррекция материала Плюс-минус, сколько процентов добавлять Параметры форсунок Здесь он у нас указан Ну и фактически расход материала Рабочее расстояние И рабочее поверхность, которое вы обработали в течение дня Ну и также кнопка сброса То есть в начале дня, либо в конце рабочего дня Сбрасывайте эти параметры И последнее, что мы вам хотели показать Здесь распечатывается уже непосредственно рапорт По проделанной работе Так как данная машина у нас не снабжена печатью То данные можно сбрасывать непосредственно на USB Вот он размещен здесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!